Девушки отдыхают Я слышу, сам бог Пока преданные не повредили тебе Да-да, мы все это уже слышали Килибором и такими, как он, было просто манипулировать Посмотри мне в глаза, Сирана И скажи мне, кто я? Ты... ты вампир Но тебя должен был защитить Аурель И в тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных Аурель отвернулся от меня Клянусь, я отомщу Чего бы мне это не стоило Ты хочешь отомстить богу? До самого Ауреля мне не дотянуться Но его влияние в этом мире в моей власти Все, что мне нужно, это кровь вампира И его собственное оружие Лук Ауреля Кровь вампира Лук Ауреля Это... это ты? Ты создал то пророчество? Для этого пророчества Недостает одного единственного Последнего компонента Крови настоящего вампира Крови дочери холодной гавани Ты ждал все это время Пока сюда придет кто-то с моей кровью Что ж Очень жаль Я намереваюсь исполнить его Посмотрим Ничего себе Вот это аффекты Одержать победу над Викторием Виктором Вот в принципе И вся битва Победа Очень легкая Но я не насытился этим Да Отправляйся в путь Что тебе? Илья! Это НПС Сирана Она бессмертная И поэтому Не может умереть Как бы вы не пытались Ее убить Задержать Она все равно Вернется к вам Так это сюжетная линия Я же довольно таки Со всеми Рас просто Достаточно быстро Меня никогда Не надоедали Эти пейзажи Скайрима Эти забавные сюжеты И эти эпические битвы Которых Всегда Оказываю победителем Только я Несмотря На все Сложности Этой игры Подождав Немного Сирана Сразу же Пребудет к нам Итак Дело сделано Восстановление Этого Дорожного Светилища Означает Что Виртур Мертв И преданные Больше не имеют Власти Над ним Нет Преданных Следует Винить Он был Вампиром Он контролировал Их Вампиром Понятно Это Многое Объясняет Итак Дело Сделано Восстановление Этого Дорожного Светилища Означает Что Виртур Мертв И преданный Больше Что О чем Ты говоришь Вампиром Понятно Это Многое Объясняет Глубоко Внутри Я чувствую Радость Что Непреданные Виноваты В произошедшем Почему Потому Что Это означает Что Надежда Еще Есть Когда Небудь Они Смогут Забыть Свою Ненависть И научиться Снова Верить Пау Реэля Много Времени Прошло С тех Пор Как Я Чувствовал Нечто Подобное Спасибо Вам Обоим Будешь Должен Вы Рисковали Всем Чтобы Добыть Лук Ау Реэля И К тому Прошло Восстанов Храм Вот Оно Легендарное Оружие Лук Ауриэля. Эпическое сражение начинается. Легендарное оружие для легендарных героев. Начало. Семейный суд. Семейный суд. Что ты можешь мне рассказать про Лук Ауриэля? Говорят, это был Лук самого Ауриэля. И именно с ним он вышел на бой с войсками Лорхана в стародавние времена мифов и легенд. Нет равных этому Луку во всем Тамриэле. А может быть и за его пределами. Что он может? Лук черпает свои силы в самом Этериусе, соединяясь с ним через солнце. Благодаря этому стрела, выпущенная из этого Лука, наделена магией. Она обжигает словно огнем. Впечатляет. Вообще-то, это только часть его свойств. С солнечными стрелами ты добьешься еще большего эффекта. Они вызывают вспышки солнечного света, окутывающие твоих врагов. Солнечные ожоги болезненны для всех, но особенно трудно их переносить нежити. Вердург говорил что-то насчет крови. Ну, если предварительно обмакнуть стрелу в кровь и выпустить ее из Лука, это может привести к совершенно другому эффекту и извратить назначение этого оружия. Если, конечно, у тебя хватит безрассудства попробовать. Ну, это у нас хватит всегда рассудства. Где мне взят солнечные стрелы? Вообще говоря, я могу тебе помочь. Если ты принесешь мне несколько хороших эльфийских стрел, я проведу соответствующие ритуалы. Ты можешь затоить для меня солнечные стрелы? Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что, если захочешь, чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что, если захочешь, чтобы я благословил остальные, само собой. За один раз я могу сделать само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что, если захочешь, чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Прощай, друг мой. он сияет не так сильно как я ожидала но все же он прекрасен не говори как и ты что нам теперь делать я думаю мы оба это знаем пора встретиться с моим отцом если мы этого не сделаем он до конца жизни будет за нами гоняться возможно удастся с ним договориться ты хоть капельку ко мне прислушиваешься нам не о чем с ним договариваться нет все закончится здесь и сейчас пришел пора встретиться с ним лицом к лицу мы сделаем это вместе если мы сейчас попробуем вломиться в замок через главный вход нас встретит орда его друзей нужно сначала вернуться к израну и выяснить что мы имеем готова спорить он поможет нам парой тройкой мечей все хорошо тебе что-нибудь нужно вирту говорил что-то насчет крови вампира иуки это похоже на на последнюю часть пророчества кровь дочери холодной гавани может извратить назначение лука ты дочь холодной гавани я думаю мы можем использовать мою кровь у тебя есть стрелы эльфийские стрелы я не собираюсь поливать своей кровью всяких лам мне бы хотелось обмакнуть несколько стрел твоей кровью давай скорее покончим с этим 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 честно снова встретиться что теперь я поболтаюсь тут но не вздумай меня бросать это слишком важно Да,да,хорошо. Если какая помощь нужна,только попроси. Чё-то отправляемся в портал. Познание. Познание. К моему сожалению,от Сираны невозможно избавиться. И постоянно она ходит за вами по пятам. И мешается ведению моего боя. И придётся от неё как-то избавиться. То есть задержав. У меня есть великолепные. Насчёт этого идея. Ушуршало. Значит вот мы добрались до того места. Это утёс своего рода. Вершина. Где находится. Балкон. Храма Авриэля. Где мы скинули нашего врага Виктория Виртура. Или Викария Виртура. И непосредственно он умер. Но к нему мы вернёмся чуть позже. А сейчас я вам покажу эпическую битву. Как я убиваю двух драконов. Используем превращение в зверя. То есть ликантропию превратимся в оборотня. Либо просто с помощью кольца Херсана станем ликаном. То есть и благодаря ему. Если мы до этого были зверем. То есть больны ликантропией. То мы можем использовать постоянно это кольцо. Отправляемся вон туда. Вот два дракона. Вот отсюда. Да. Продолжение следует... Душа дракона поглощена. 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 Во имя Далахина восстань Видите он с закрытыми глазами Почему я не знаю Теперь идем к драконам нашим чудесным Берем Практически все я бы сказал То есть у меня видите перегруз большой Но Используя магию заново При призыве например Орда Дремора Конкретную точку Он умирает И тут же мы можем Грубо говоря Взять что то у него И дать ему Одежду вы не можете дать Он не оденет ее просто Потому что нет у него таких кодов Чтобы он надевал их Но можно Дать ему оружие Даже тот же лук Ауриэля Таким же Он умер в любое Он не хочет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...